За что вы любите ходячих? За драму? За отличное прописывание главных героев? Но немалую часть фанатской любви забирают и боевые сцены, или даже целые баталии, от которых внутри сжимается абсолютно всё. Сегодня я бы хотел рассмотреть некоторые из них, как ужасные по мнению многих, так и великолепные, разобрать их. То, как они устроены и так ли хороши на самом деле те из них, которые мы обычно приводим в пример, вспоминая те же глупые подстрелушки из восьмого сезона. Давайте начнём. Никто не станет отрицать, что первой масштабной схваткой стала битва против ходячих за ферму Хёршелла, на которой группа была целый сезон. Чем цена для меня эта сцена, так это присутствием тактики и видимой логики в битве за место. Персонажи не банально стреляют во всё, что движется. Они используют машины, используют ландшафт, окружение. Таким образом, Рик принимает решение поджечь хлев, чтобы заманить в него и сжечь хоть какую-то часть стаи. Причём решение принято было спонтанно и оказалось на первый взгляд правильным. На второй же и на третий взгляды действие это было весьма опрометчивым, ведь свет привлёк бы ещё больше ходячих, которые заблудились в лесах около фермы. Хотя их и так привлекал бы шум огня и машин, ведь зачищать ферму всё равно бы пришлось. Если смотреть на ситуацию с этой стороны, то огонь им даже помог, ведь он собрал ходячих в одну точку, около которой и стоило их убивать. Персонажи, увы, вместо этого разъехались кто куда и зонированно начали отстреливать ходячих на ходу. Видите в чём проблема? Тактика Рика и тактика остальной группы друг другу противопоставлены и мешают, отчего зачистка успешной по итогу и не оказалась. По окончании погибают люди и если бы не коллективное мышление, Риковцы могли бы не найтись. И кстати, бесконечные патроны появились уже тогда. Другое дело, когда все действия согласованы между каждым участником битвы. Начало 10 сезона себя в этом плане отлично показывает. Уже в интродакшене мы видим, чему научились за таймскип выжившие. Сцена тренировки выглядит и правда завораживающей. Всё работает как часы, даже после того, как всё начинает идти немного не по плану. Видно, что наши многому научились после событий 9 сезона. Но тактика начинает меркнуть с наступлением тушения спутника и последствий его падения. Здесь уже акцент сделан на картинке, которая была и правда великолепной. Никаких построений, ничего такого здесь нет. И многие могут начать ругаться, но... не за что. Сие обусловлено тем, что никто не мог ожидать появления небольшого стада. И люди действовали интуитивно, полагаясь на былой опыт. Даже без той слаженности в начале эпизода, нам демонстрируют всё то же использование ландшафта и окружения. Вот момент, хоть он крайне сказочный, и вот. Тушение огня ходячим куда более интересно. Всё за исключением вот этого здесь выглядит более чем убедительно. Из таких же чудо-массовых убийств ходячих вспоминается и бревнопад 9 сезона. Из-за идиота Джастина направленное стадо оказывается на лесопилке. И во всей этой суматохе Граймсу приходит в голову порвать трос, который удерживает брёвна, чтобы те покатились прямо на ходячих. И это срабатывает, и забирает немало из них. Момент однозначно красивый, но из той же оперы, что и упавшее дерево ранее. Немного вернусь к финалу второго сезона и напомню, что схожую тактику применили наши в зачистке Александрии от полчища ходячих. Тогда Дэрил поджёг местный водоём, и это отбивавшимся очень даже помогло. Ходячие начали отвлекаться на огонь. Многие из них отправились прямиком в пламя, и это очень сильно облегчило задачу поубивать всех. Именно этого не хватило в финалу второго сезона. Здесь группа сражалась слаженно, на одной стороне, в одной локации. Когда же во втором сезоне все разъехались, что и помешало коллективно поубивать ходячих. К битвам против ходячих также отнесу по большей степени и баталию 11-12 эпизодов последнего сезона. Вот она-то и оказалась самой высокопоставленной среди остальных. Персонажи были готовы к атаке и воспользовались набранным за таймскип опытом. Здесь вам и защита, и электрическая ограда. Правда, последним стоило воспользоваться как по мне иначе. Думаю, куда более эффективно она бы себя проявила, будь ограда в горизонтальном положении, лежа в траве. В темноте, думаю, отчетливо видно ее не было бы. Да, может ходячим это бы и никак не помешало, зато идущих в стаде шепчущих сквозь обувь точно бы пробило, и проблем стало бы куда меньше. Очень клевым оказался внезапный план с баррикадой из ходячих. Щитовики сдерживают идущих на них мертвецов, пока копейщики от них избавляются и создают вот такую вот защиту. Хоть по итогу это и не помогло, и наши отступили, подход к баталии у постановщиков был ну просто отличным. Если бы не упавшая стена, о которой упомянул Дэрил, у наших могло получиться отбить Хилтоп. Помимо этого, нельзя не отметить эффектность. Кругом огонь, все освещено пламенем и отчетливо видно. В отличии, скажем, от многим нелюбимой баталии из третьего эпизода восьмого сезона Престолов. Правда, что там все время взрывалось, понятие так и не смог. Эти смолистые емкости при столкновении даже с огненными стрелами не должны так взрываться. Да и до Хилтопа вряд ли бы по-хорошему они долетели, чтобы потом, собственно, взорваться. В общем, здесь много непоняток. Ну и еще одним, на мой взгляд, упущением является невероятная меткость стрелков во главе с Ниганом и Альфой. Слишком уж глазастыми они оказались и прям-таки идеально оградили путь нашим. Разбирать битвы с ходячими не самое объективное дело. И делать это, опять же, сложнее, чем, допустим, сматриваться в бойне между людьми. Так что давайте возьмемся за них и будем рассматривать каждую из баталий куда более подробно. Самая лайтовая и наименее масштабная, но все-таки многими любимая, перестрелка десятого эпизода третьего сезона. Она была одной из первых в сериале, не считая мелких стычек, как, допустим, в девятом эпизоде второго сезона. Или же в мидфинале третьего. Уже с этого самого момента столкновения между людьми выглядели, ну, очень притянуто. И в том плане, что прослеживаются те же косяки, что и, скажем, в конце седьмого сезона. Но, к счастью, не настолько. Начинается все с... Да, спасибо, с убийства Филиппом Акселя. После чего... После чего... Никто не умрет? Ладно, если без шуток, то все просто шмаляют в никуда. Да, многие вроде как находятся в укрытиях. Но что мешало вот этому идиоту снять тех, кто прячется за полностью проглядываемой поверхностью? Не знаю, логики тут немного. То же самое можно сказать и о положении Кэрол во всем этом месиве. В прямом смысле. Пока она лежала за Акселем, его то и дело шпинговали пулями. Притом делал это все тот же чувак на вышке. Соответственно, в сторону Карла он не целился. Так что же мешало... Ах да, в человека, стоящего без какого-либо укрытия, так легко не попадешь. Точно. Логика упущенная в том, что из всех выпущенных обоим в Акселя, хоть одна пуля да должна была пройти насквозь. Но нет. Подобное, кстати, мы еще увидим, но в следующем сезоне. Что касается бесконечных патронов, за которые мы так любим ходячих, то этим увлечен только Граймс и никто более. И эта проблема в ходячих, ну прям таки, всегда актуальна. Особенно о патронах забывают во времена седьмого и восьмого сезонов. Перестрелок там мы уже касались в этом ролике, на который вы можете перейти по подсказке сверху. Но сегодня затронем их опять, но чуть более подробно. Итак, финал седьмого сезона. В его сторону я, опять же, уже успел достаточно поплеваться. Дело в том, что если ранее рассмотренный шутан хотя бы смотрелся органично, персонажи не плясали под пулями и статисты не вели себя как клоуны, то здесь авторам захотелось, видимо, нас повеселить. Начало всему положил Граймс-младший, неожиданно повернувшийся на этих зевак, которые вместо того, чтобы смотреть на заложников, залипли на ходячую Сашу и ее покатушки с Ниганом. Далее, мое любимое. В итоге, оружие оказывается абсолютно у всех, и когда Дэрил поворачивается и выносит одну из бомжей, Тара стоит и тупит, вместо того, чтобы снять вот тех двух девиц позади нее. Звучит немного двусмысленно, но думаю, вы поняли, о чем я. В свою очередь, бомжи также ничего не делают, только лишь наводят оружие на статистов и... Чего они добиваются? Розита убивает одну из статисток, а второй она... забывает. Да и почему, сука, при наличии оружия, эта дура не убила Розиту? Сделано здесь все в плане постановки, но максимально убого. Рик на все это чудо глазеет и, в отличие от сына, даже не думает что-либо сделать. Почему же никто из освободившихся людей Рика не избавился от Джайдис? Тоже не ясно. И вот, лучший момент бойни. Тара шмаляет, обратите внимание, Вразиту, подбегает к ней и помогает сбежать. Только представьте ее мысли в этот момент, в духе, твою мать, надеюсь, никто не заметил. Они убегают вместе с бомжами и даже не додумались помочь вон тем бедолагам. Тем временем наши уже на земле и пропускают абсолютно всех врагов мимо себя. Вуаля, и все уже в плену. Далее появляются наши и продолжается та же клоунада. Статисты просто бегают, создавая глупый фон. Рик неприкасаем и в него могут только целиться. Ну, хоть о перезарядке иногда тут вспоминают. И на том спасибо. В общем, вы поняли, насколько тут все плохо. И почему шутаны и баталии первых сезонов мы не хейтили. Они не смотрелись так глупо. Там не было столько упущений, столько неувязок. Хотя на самом-то деле они тоже далеко не идеальны. Немного лучше ситуация обстоит со вторым эпизодом уже восьмого сезона. Здесь хотя бы люди обоих сторон сидят в укрытиях и ведут огонь из них же. Но проблемы все же есть. Полное отсутствие крови. Да и к тому же при смене показа этой линии и обратном ее возвращении все уже во многом поменялось. Допустим, эта дама сидела вот с этими людьми, за одной машиной. Нам показывают другой аванпост, события там. Возвращают обратно и она уже на противоположной стороне. Как она смогла туда попасть, если по ее людям ведется безостановочный почти огонь? Это остается загадкой. Да, спасители вроде как кроют своих, давая перемещаться. Но ранее наши не давали им банально двинуться с места. Сейчас уже пыль словно их не слушает и улетает по своим делам. Ну правда. У спасителей же есть даже прослеживаемая тактика, о которой те даже рассуждают во время перестрелки. Они пытаются обойти наших со стороны, постепенно к ним приближаясь. И знаете, это далеко не так плохо, как в том же финале седьмого сезона. Но вот, проходит еще одна часть эпизода, за которую нам показывают захват другого аванпоста. Снова возвращают и враги на тех же позициях. Как ни странно. И тут авторы вспоминают о вирусе, и уже павшие от пуль спасители становятся ходячими. Тогда-то и выясняется, что наши, чтобы понести наименьшее количество потерь, со своей стороны только лишь удерживали врага, ожидая вот этого. Но если смотреть на их план адекватно, то ходячие помешали бы и им. Да и чтобы пало меньше народу, не легче было просто поубивать всех и не устраивать шутан на целый эпизод. Да и почему ходячие не шли в их сторону. В общем, странно это все. Ну и под конец, хотелось бы коснуться всеми нами любимой и самой, наверное, клевой, не побоюсь этого слова баталии, мидфинала четвертого сезона. Но так ли она идеальна? Увы, нет. После казни Хершела, Рик стреляет и попадает в Филиппа, после чего отступает, и по нему ведет огонь целая куча людей, но тот чудом успевает оказаться за автобусом. Смягчающим фактором является его ранение, чего так не хватает дальнейшим сезонам, о которых мы уже рассуждали сегодня. И нет, такие ранения от своих не считаются. И вот это тоже, после которых персонажи скачут как ни в чем не бывало. К слову, далее уже на Филиппе ранение исчезает, и он, как ни в чем не бывало, будет мять Рика. Но драки я оставлю, пожалуй, на потом, как-нибудь на другое видео. Далее мы видим снова эти выстрелы в пустоту, и все, что мы привыкли видеть опять же с третьего сезона. Хотя, знаете, со стороны Филиппа, криворукость NPC обусловлена тем, что многие люди там не особо подготовлены, и им как бы простительно. Но Риковцы... Не знаю. А вот он, кстати, упомянутый в начале ролика момент, схожий со шпингованием Акселя. В общем, при тщательном рассмотрении, оказывается, что не все так гладко. Нет, это не значит, что сцены, о которых шла речь сегодня, плохие. Точнее, не все из них. Просто слабой стороной ходячих является именно экшен-составляющая. Некоторые из них великолепны, другие хороши, но и без неудачных никуда. Если экшен, связанный с ходячими, показывает себя просто отлично, то стычки с людьми куда более нелогичны. Это не проблема конкретно ходячих, а в целом сериалов и фильмов. Просто захотелось мне сегодня разобрать экшен-сцены в ходячих. Вот и все. Надеюсь, ролик вам понравился, и вы выскажете свое мнение касательно него в комментах. Также не забывайте писать ваши любимые боевые сцены в ходячих. Будет интересно прочитать. Ну а на этом все. Если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а также оставить комментарий. Также на канале появилась функция спонсировать. И если вы хотите как-то иначе поддержать канал, то можете оформить спонсорскую подписку. И да, не забываем и о группе во Вконтакте. До скорых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok